Вы знаете этот анекдот, да, когда два еврея играют в шахматы, один поставил там, и он говорит, это черное. Он говорит, как это черное, если это белое? Он говорит, нет, это черное, какое оно белое? Вот, спросили ему третьего. Третий говорит, ну, я больше склоняюсь к позиции того, что за белого. Вот, но он говорит, ну, как же это белое, если черное? И тут подошел один настоящий еврей и говорит, его спрашивают, это же черное? Он говорит, да, ты прав, это черное. Второй говорит, ну, как это черное, это же белое? Он говорит, да, ты прав, это белое. Третий, который судья, говорит, ну, как, может быть, и черное прав, и белое прав. Он говорит, слушай, и ты прав. Вот. Поэтому правы ли церкви, которые встречают Рождество 7-го числа? Обязательно, обязательно правы. Правы ли мы, которые встречаем, вернее, другие протестантские церкви, которые только 25-го? Правы. Но я думаю, правее всех мы, которые встречаем и сейчас, и каждый день. Аминь. Короче, самые хитрые. Аминь. Если вы поздравите кого-то и скажут, не надо меня поздравлять в свое Рождество, потому что я православный, я седьмого, позвоните ему и седьмого числа. И лишним напомнить о Христе никому не мешает. Аминь. Можете каждый день звонить человеку и поздравлять его с Рождеством. А потом после Пасхи будете поздравлять его с Пасхой до нового Рождества. Пускай главное, чтобы он слышал об Иисусе Христе. Я благодарю Бога за то, что я не просто встречаю Рождество, потому что это общий какой-то христианский праздник. Я верю во Христа всем своим сердцем. Я отдал Ему свою жизнь. Иисус Христос является смыслом моей жизни. Согласны кто-то, нет? Я рад этому. Я рад, что я не вспоминаю о Христе только сегодня и на Пасху. Я рад, что я помню о Нем каждый день. Я рад, что я о Нем не забываю, потому что я Его люблю, как подобает каждому верующему в Иисуса Христа. Поэтому вот таких вот верующих, особенно с Рождеством Христовым. Канун Рождества. Что-то такое прям животрепещущее. Я хочу сегодня проповедовать рождественскую проповедь не о Рождестве. Еврейский, да, опять? Давайте мы помолимся и приступим к Библии, к Слову Божьему. Господь, мы благодарим Тебя за сегодняшний день, за это утро. Спасибо Тебе за ту хвалу, которую мы сегодня имели, честь Тебя славить. Ты сказал, что это все Твое, Тебе ничего не нужно. И однажды Ты сказал, просто принесите мне жертву хвалу. Господь, мы хвалим Тебя, мы хвалим и хвалим и хвалим Тебя. И дай нам хвалить Тебя в вечность, пока мы дышим, а дышать мы будем в вечность, потому что мы верим Тебя во имя Иисуса. Говори сегодня с нами и пошли Своё Слово на всех нас. Аминь. Аминь. Вы знаете, я, да, я хотел сегодня проповедовать одну тему, которая, давайте так я назову, это будет моё рождественское пожелание вам. Вот, я недавно был, у меня есть такая, я думаю, хорошая традиция, такой, в конце года у меня есть итоговый пост уединения, когда я закрываюсь с Богом, иногда на 7, на 10 дней, вот, и я ничего не ем, я просто ищу лица Божьего. Я стараюсь благодарить Его, сокрушать перед Ним своё сердце за то, что было в 2012 году, вот, и молиться и благодарить Бога за то, что Он приготовил для меня и для всех нас, как церкви, в 2013 году. Я думаю, 13-й год будет классный год. Вот, верю в это всем своим сердцем, и у нас будет ещё служение одно, 30-го числа. Я знаю, что многие уже разъезжаются, кто из вас уже уезжает, вас 30-го не будет, вы едете на родину куда-то и так далее. Едьте, едьте, поздравляйте своих родных, своих близких, я благословляю вас. Вот, если вы будете в Москве, то мы, у нас будет здесь такая ёлочка новогодняя, вот, и я тоже буду проповедовать одну такую прощальную тему для уходящего года, вот, и, наверное, на путственную на следующий год. Вот, и потом уже со многими мы встретимся за городом. Кто из вас, вы встречаете Новый год с церковью? Вот, я знаю, что больше, около 250 человек встречают, но больше там уже никто не влезет. Поэтому, короче, вот, вот так вот такая рукавичка будет. Или правильно я сказал? Есть такое слово? Варежка. Ругавичка или варежка? Пастор всегда прав. Сергей Васильевич. Вот. И я хочу сегодня говорить одно слово, которое Бог сказал лично мне. Ну, я думаю, что будет эгоистично удержать его в себе. Вот. Я хочу поделиться этим пожеланием, которое сам Бог, наверное, пожелал мне. Вот. Но я думаю, что он не просто пожелал мне как личности, он пожелал мне, наверное, так же, как пастору. Поэтому я хочу сегодня пожелать вам что-то. Я хочу в это Рождество, в канун Нового Года, в канун Рождества Христова, я хочу вам что-то пожелать, если вы не против. Поэтому я хочу сегодня говорить на такую странную тему, странное название. Он никогда не шутит. Он, с большой буквы, никогда не шутит. Скажи своему заседу, он никогда не шутит. Он никогда не шутит. Он никогда не шутит. Потрясающее место. Я сейчас прочиту. Итак, второе послание Коринфянам. Если у вас есть Библия, откройте ее. А, у нас есть уже проектор. Поэтому вам будет легче. Второе послание Коринфянам. Первая глава, и мы будем читать с 18 стиха. Верен Бог. Верен Бог. Верен Бог. Верен Бог. Боже, слава тебе. Верен Бог. Что слова наших вам не было, то да, то нет. Ибо Сын Божий, Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мною, Силуаном, Тимофеем, не был да и нет. Но в нем было да. Ибо все обетования Божьи в нем, да и в нем, аминь. В славу Божью через нас. Аминь. Итак, друзья, 2 Коринфянам, 1 глава мы читали с 18 по 20 стих. Итак, друзья, что здесь да, нет, не знаю, о чем речь. Вы знаете, я читаю разные переводы, чтобы вы поняли, о чем здесь речь. Апостол Павел говорит, ребята, мы не ведем себя как язычники или как неверующие люди, которые иногда говорят да, но они не уверены. Поэтому подразумевают, что возможно и нет. То, что там имеется в виду. То есть, если, например, Сергей Васильевич говорит, пастор, мы поговорим с вами после служения, вы уделите мне часок. Я говорю, да, Сергей Васильевич. Вот. Но на самом деле я не уверен. Ну, я человек. Может быть, меня кто-то, ну, у меня желудочек схватит, или желудок, или еще что-то, или меня там какой-то другой член церкви схватит и так далее. Вот. И я понимаю, говоря утвердительно да, ну, как бы, возможно, нет. Вот. Во-первых, потому что я человек. Во-вторых, потому что я вообще человек. И поэтому я могу пообещать, и у меня сейчас сердце, ну, восстановится, не дай Бог. И поэтому мой человеческий фактор, он может подразумевать, во-первых, как лукавство, так, двусмысленность, так и просто мою человеческую натуру. Поэтому апостол Павел говорит, мы не говорим слово Божье «да», как будто бы «нет». То есть, ну, возможно, и «нет». Потому что он говорит, когда пришел Иисус Христос, он всегда говорил «да» и «аминь». Поэтому все, что говорит Иисус, он никогда не вкладывает в этот смысл «ну, в принципе, может быть». Дай Бог жизни и здоровья, и если ничего там, никакой ветер ангелов меня не снесет, то, скорее всего, да. Нет. На Иисуса Христа и на Его Слово никогда не влияют никакие обстоятельства. Никогда никто не может изменить или переменить, Библия говорит, Его Слово. Поэтому если Христос сказал «да», у Него никогда нет подсмысла или остережения, что даст Бог, все будет хорошо, тогда точно «да». Вы понимаете, о чем я говорю? В Иаково, апостол Иаков в своем послании нам советует, как людям. И он говорит, не зарекайтесь. Помните? Ну, завтра порешаем эти вопросы, послезавтра это сделаем и так далее. Он говорит, лучше сделайте так. Если Бог позволит и живы будем, помните или нет, то сделаем это. Он говорит о том, что мы люди. Поэтому пускай ваше «да» всегда будет подтверждено и учитывает мнение Бога. Но посмотрите, у Бога есть Его мнение, поэтому когда Он говорит «да», поэтому когда Он говорит «я благословлю тебя», это значит, что Он это имеет в виду и никогда не передумает. Нет никакого дьявола, других там существ, которые могут повлиять на решение Бога и на исполнение Богом своего решения. У Него только «да» и сразу же «аминь». Это понятно или нет? Хорошо, я постараюсь сегодня это объяснить. Давайте откроем очень интересное место. Евангелие от Иоанна, первую главу. Евангелие от Иоанна, первую главу. Я просто так рад. Ну, вы скажете, ну, я, в принципе, понимал, что вот то, что ты сейчас говоришь, я всегда это знал. Ты знаешь, я всегда тоже это знал. Но жизнь, люди, обстоятельства, мысли, которые не Бог посылает далеко, иногда могут влиять на нас, и нам может иногда показаться, по-моему, Бог уже передумал благословить меня. По-моему, Бог уже передумал сделать то, что Он обещал. Я хочу сегодня показать вам некоторые уникальнейшие вещи. Евангелие от Иоанна, первая глава, и мы будем считать с вами с 35-го стиха. Никогда не обращал на это внимания. Давайте будем внимательно. Пожалуйста, только внимательно считайте. На другой день опять стоял Иоанн, речь о Иоанна Крестителе, и двое из кого? Из учеников его. У него были ученики, и двое из них стояли. И увидев идущего Иисуса, сказал. Смотрите, что говорит апостол Иоанн. Вот Агнец, ой, не апостол Иоанн, а Он Креститель. Вот Агнец Божий. Услышав от него эти слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидел их идущих, говорит им, что надо. Давайте по-русски скажем. Что надо надо. Они сказали ему, Равви, что значит учитель, где ты живешь? Говорит им, пойдите и увидите. Они пошли и увидели, где он живет. Ашель тише. Они увидели, где живет. И пробыли у него день тот. Было около девятого часа. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе. Внимание, вот сейчас он начинается. Об Иисусе и последовавший за ним, был кто? Был Андрей. Андрей. Ты не перевел. Был Андрей. Брат Симона Петра. Тот Андрей, который до Руси, матушки, дошел. Апостол Андрей. Вы знаете, я как-то раньше не замечал, что апостол Андрей был раньше учеником Иоанна Крестителя. Идем дальше. Вот. Один из них был апостол Андрей, получается. Брат Симона Петра. 41 стих. Он первый. Он первый находит брата своего, Симона, и говорит ему. Мы нашли Мессию. Что значит? Христос. И привел его к Иисусу. И Иисус же взял. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Теперь внимание. И я когда читал Библию, я поверить не мог. Я вообще, знаете, так пролистывал. Я так, ну, когда-то, я приехал, сейчас я предисловие расскажу, как я это читал. Когда-то меня научили, не научили, я услышал одну историю, как один парень, он там, ему было так тяжело. И он уже не хотел ни читать Библию, ни верить в Бога, ни все. И он просто взял Библию и так открыл. И прочитал. И Бог ему там свое призвание проговорил. Он стал большим и великим. И вы знаете, я до сих пор так. Я в это не верю, в суеверия никакие. Ну, частенько я так, ну. Ну, а вдруг. Почти никогда не работает. Но здесь сработало. Это был первый, третий день, вернее, поста. И я помню, я, знаете, я так даже, я не просто там открыл, я как-то перелистывал. И так, знаете, как-то так, я не знаю как, с корочтением в одним боком глаза прочитал сразу семь стихов. Вот. И тут, на самом деле, я прочитал один сорок второй стих. И это меня просто, молодежь, порвало. Все остальные впечатлило. Я просто был, ну, я просто был ошарашен. Внимание, сорок второй стих. И Андрей привел Симона к Иисусу. Иисус же взглянул на него, сказал. Ты, Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа или Петр, что значит камень, скала, камень. Боже мой. Я думаю, я не понял. Получается, Иисус Христос. Сказал Симону о том, что он, Кифа, Петр, о том, что он скала в первый день уверования Петра. А не только в Матфея 16 главе, через три года после того, когда Симон был одним из самых верных учеников Иисуса Христа. Посмотрите, что я здесь вижу. Я вижу здесь наивного Петра, который вообще, он просто пришел. Апостол Андрей уверовал, что Иисус есть Мессия и привел Петра к Мессии, к Иисусу. И когда Иисус пришел, и он познакомился, когда Петр пришел и познакомился с Иисусом, он говорит, здравствуй, я Симон. Иисус ни руки ему не дал, ни привет, ни здравствуйте, сказал. Сразу с порога он выпуливает ему потрясающую вещь. Он говорит, ты, Симон, он говорит, ну, наверное, ему Андрей рассказал, я не знаю. Ты, Симон, сын Ионин. И я тебе говорю, ты Кифа, ты наречешься камнем. Странный, подумал Петр, но как бы камень лучше, чем тростник. И пошел за ним. Теперь, друзья, вы знаете, я знаю, что апостол Петр, он не понял. Он, наверное, не то, что, наверное, он миллион процентов не понял, как много, как сильно и сколько, чего высвободил Иисус Христос на его жизнь в то время, когда он был еще младенцем духовно. Ну, странные слова, я буду Петром, я буду камнем, я нарекусь, ну, наверное, когда-то это будет, я не против, я иду за Иисусом. Вы знаете, это очень похоже на меня. Наверное, на многих из вас здесь сидящих, но это очень похоже на меня. Я слышал, я чувствовал, в меня Бог что-то вкладывал, когда еще был, наверное, просто духовным младенцем. Во мне рождались Божьи мечты. Я хотел для него горы переворачивать. Бог приходил ко мне, Он отпечатывал в мое сердце, что я какой-то особенный, и у Него есть что-то, что называется Кифа. Кто-то понимает, что я сейчас говорю? Кифа, Кифа, Петр. Он говорит, ну, переименовали меня сразу. Андрей, наверное, удивился, а вот Иоанн Креститель нас не переименовал. Но вы знаете, что такое Кифа? Что такое Петр? Это камень, на котором строится церковь. Петр, 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 не Симон, Петр, означает, ты будешь отцом миллиона церквей. Сотен, миллионов, даже миллиардов верующих людей. Во Христа, по крайней мере, христианство исповедует больше двух с половиной миллиарда человек на земле. Христианство. Получается, он даже не понимал, он пришел, у него еще рыба из зубов торчала. Он не успел ее доживать, он ее чуть не подавился. А когда Иисус говорит, Симон, ты Петр. Иногда Бог вкладывает в нас что-то великое, но мы настолько еще маленькие, что нам это так нравится, но мы даже понять не можем, что это. Я не знаю, чувствовали вы это или нет. Когда вы приходите к Богу, Он вкладывает в нас какое-то семя величия. У тебя начинает шкала самооценки подзашкаливать. Ты начинаешь верить в себя. Ты начинаешь верить в будущее. Ты начинаешь видеть горизонт. Он тебе начинает нравиться. Кто понимает, о чем я говорю? Позрою себя. Но проходят года. И я думаю, что когда за эти три года, через три года, давайте мы посмотрим сейчас это в Матфея в 16 главе, проходит три года. Три достаточно интенсивных, сильных года. Когда Иисус спрашивал своих учеников, кто я для вас? Кто я для народа и кто я для вас? И вы знаете, за эти три года, наверное, Петр, он постоянно ходил и думал, интересно, так когда все-таки я буду кифа? Так все-таки я Петр или нет? Так что это? Наверное, Иисус как-то с горячки так бах, выпулил на мою жизнь. Ну и, наверное, уже забыл. А может быть, я его обидел. А может быть, я неправильно себя повел. А может быть, не нужно было идти. А может быть, не нужно было изгонять. А может быть, нужно было правильно сидеть. А может быть, нужно было по-другому верить. Я не знаю, но три года Бог молчал, что я кифа. Вы слышите, что я говорю? Три года Бог молчал, что я Петр. Он сказал только однажды, и я и то ничего не понял. Я просто в это поверил. Я не понял, но я поверил. Я потом другим рассказывал, они смеялись. Я, наверное, начал чувствовать себя идиотом. Но внутри я думал, ну Бог же как-то сказал. И если говорит Христос, это всегда да и всегда. И всегда. Аминь. Поэтому, друзья, я вижу, я хочу вам это показать. И это нравится мне очень. Я хочу вам показать, что Иисус за все Евангелия, за все пребывания три с половиной года, сколько Он был со Своими учениками, четыре раза повторял Петру, Симону вернее, одно и то же. Ну да, это здорово. Нет, это не просто здорово. Давайте мы посмотрим, в каких обстоятельствах он это повторял. И вы поймете, что имеет в виду Павел, когда начинает с того, что верен Бог. Верен Бог. Итак, друзья, первый раз, это первое Иоанна, мы только что это прочитали. И вот, вернее, Иоанн, Иоанна, первая глава. Там написано, ты Петр, ты Кифа, ты Симон, ты наречешься Кифа, ты наречешься Петром. Это первый раз. Первый раз это было названо вообще при первой встрече. Он только познавал Бога. Он только пришел посмотреть и понять, кто это такой Мессия. Он понимал, что его братец Андрей достаточно религиозный, набожный человек. И он разбирается в религии. Поэтому, если он говорит Мессия, значит Мессия. Я когда-то пришел, ну, я считал, что все такие подобные протестантские церкви, они какие-то сумасшедшие, орут, пляшут и все остальное. Ну, точно секта. Но когда пришла туда моя мама, и Бог исцелил ее, и я знаю, что она изучала разные религии, разные христианские конфессии, я поверил ей. Я сказал, да, наверное, если мама говорит, что там есть Бог, значит, там есть Бог. Поэтому, когда Петру Андрей сказал, что это Мессия, значит, Мессия. И Петр пришел, посмотрел, познакомился с ним. И первый раз в свое сердце он услышал, ты не просто Симон, ты Кифа, ты Петр. Теперь, друзья, когда это было второй раз? Матфея 16 глава. Матфея 16. Матфея 16. Длинное у меня пожелание, да? Матфея 16 глава. И будем читать с 13 стиха. Придя же в страны Кесарии и Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, за кого люди почитают Меня, сына человеческого? Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию или за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете Меня? Вопрос в лоб. И вы знаете, когда я раньше читал, я люблю эту главу, очень люблю. Вы, наверное, заметили, я часто из нее проповедую. Но вы знаете, я всегда думал, что апостолы здесь как-то, ну, они не были уверены, что ли, и так далее. И только один Петр такой герой заявил. Но, поздравите, там в Иоанна, на первой главе написано, что Андрей уверовал, что это Мессия. А потом, вы помните, Иисус пошел дальше, и этот, нефалим или как его, который под деревом был, в котором нет лукавства, как его звали? Нафанаил. Нафанаил. Он говорит ему, ты Нафанаил, слушай, ты муж, которым нет лукавства. И Нафанаил говорит, свят, свят, ты точно Мессия. Апостолы верили, что Он Мессия. Написано, когда Андрей пришел к Петру, он говорит, я тебе покажу Мессию, что есть Христос. Они все верили, что Он Мессия. Но теперь, посмотрите, Иисус спрашивает их в лоб, кто Я для вас? Возможно, там была заминка, а возможно и нет. Возможно, Петр имел настолько в себе потрясающий нрав, и он просто не дал другим сказать. И он говорит, ты Мессия, сын Бога живого. Что за вопросы? И тут, из-за того, что Петр официально исповедовал и подтвердил то, во что он верит, на основании этого Иисус поворачивается к нему. И знаете, что происходит? Внимание! Дежавю. Происходит дежавю. Знаете, что происходит? Петр в ответ на свое заявление верой слышит в ответ, прямо в свое сердце, не приблизительные слова, а точь-в-точь ту же фразу, которую он слышал три года назад. Ты, Симон, сын Ионин, блажен ты, он говорит. Теперь он говорит, ты кто? Ты Петр. Ты Петр. Ты Петр. Посмотрите, это второй раз. Он говорит второй раз. Ты, Петр. Но здесь вьет глубже. И он говорит, возможно, Петр был в недоумении. О! Я думал, ты забыл. Я думал, три года молчишь. Ты мне это когда-то сказал, когда мы только познакомились. Когда я только к тебе пришел, открыл свое сердце и верил во что попало, пока мои братья и сестры в церкви не доказали мне, что я идиот, и я не могу верить в это. Тогда, три года назад, я верил в это. Я поверил, что я какой-то особенный. Я теперь Петр. Но за три года я боролся. Я молчал. Ты молчал. И тут опять ты говоришь те же слова. И он говорит, послушай, дорогой, своими словами я тебе подсказываю. Я не забыл, что я тебе сказал тогда. Мое слово вечно. Мое слово сильно. Мое слово влияет. Мое слово не забывается. Мое слово делает все, для чего я его послал. И поэтому, когда Петр стоит, он просто в шоке. Он только что высвободил исповедание своей веры. И Иисус ему говорит, блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это. Но Отец мой сущний на бесах. Теперь ты, Петр, и я буду строить на тебе свою церковь. Возможно, Петр не понимал, насколько серьезные масштабы им имеют в виду Иисус. Но он понимал, Боже мой, оказывается, я буду великим. Я буду апостолом Христа, основателем церкви Иисуса Христа. Мне нравится, что через три года, когда твоя вера приходит в состояние иногда затертости, а иногда твоя вера становится уже, как битая собака. Кто-то чувствует, о чем я говорю? Когда ты переживаешь разные случаи в своей жизни, когда ты думаешь, не, ну я понимаю, что Бог мне это говорил, но, по-моему, Бог погорячился. Наверное, Бог пошутил. Наверное, Бог, он Бог, он преувеличил, ему хорошо, он просто сказал. Не, не, не. Псалом 61, 12. У Давида было тоже дежавю. У Давида было тоже, что и у Петра, у него он пережил то же самое дежавю. Он говорит, однажды Бог сказал, а я два раза услышал. Написано так или нет? Там так есть? Так там написано или нет? Я говорю, в Библии там написано или нет? Он говорит, однажды сказал Бог. Однажды, говорит Бог. Он не говорит просто сто раз. Если он сказал однажды, это никогда не умрет. Боже мой, я так хочу, чтобы вы это слышали. Если он сказал однажды, это больше никогда не умрет. Поэтому Давид говорит, однажды он сказал, а я дважды услышал, что сила у Бога. Второй раз, наверное, Давид это услышал, когда его уже к стенке приперли, когда кинжалы кромсали его плоть и все остальное, а он выжил, и Бог дал ему спасение, и он опять пережил и понял, о, Бог не шутил, его сила не исчерпалась, аминь. Друзья, давайте мы будем, давайте будем внимательны и пойдем дальше с вами, поэтому, друзья, второе, когда твоего вера была затертой, возможно, это сейчас меня касается, только меня, ни в коем случае никого из вас. Петр думал, что он кифой станет буквально через пару месяцев, после того, как Иисус сказал, ибо не медлит Господь исполнением обетования своего, помнил Петр. Поэтому, когда Бог тебе говорит, я дам тебе самого лучшего мужа, тебе всегда будет казаться, что это прямо сегодня, ну максимум завтра. Такая у нас беда, мы живем во времени, и мы хотим использовать его для того, чтобы ограничивать Бога. Поэтому, наверное, Петр три года, бедный, изнемогая, как я, с верой в великую, многотысячную влиятельную церковь христианского центра восстановления, влияющую на весь мир, ну хотя бы на Россию и Китай, хотя бы на каких-то пару миллиардов человек. Мне много не надо, мне нужно две стороны. Географически самая большая и по населению. Ну Бог так показал мне. А вы знаете, что-то через год, ну не собираемся мы еще в ужняках. И мы, конечно, можем там собраться, занять весь первый ряд. Но почему все не происходит тогда, когда я хочу? Был бы я Богом, я бы себя уже давно благословил. Я приехал в это уединение, вы знаете, я был наг перед Богом, в смысле, я в одежде был, но Бог как будто бы сердце мое обнажал. Я начинаю плакать, а у меня слезы. Я думаю, радости, а оно не радости. И Бог начал мне показывать, я буду благословлять эту церковь. И вы знаете, когда Он это говорит, я буду благословлять эту церковь, мне хочется, как нормальная истеричка, сказать, да, слышал я уже. Когда? Когда? Правильно я сейчас сказал? Когда? Что мне сделать, чтобы все, что ты сказал, произошло, когда я хочу? И Бог мне говорит, я не хочу просто дать, ну, построить большую церковь. И она приплыла и уплыла. Я говорю, хочу построить историческую церковь. А наследство, захваченное поспешно, оно очень быстро впоследствии распадается. Петр, я не хочу видеть это место. Нет. Он Бог. И когда Петр думал, что уже все забыто, три года он молчит. Три года жениха даже не дает. Да ко мне ни разу даже, на меня не посмотрели даже ни разу, ни то же предложение не сделали. Не то, что у нас трехслужений нет. Мы еще до сих пор, ну, конечно, у нас уже на полконе люди, но они с перепугу туда забегают. Почему? Почему не происходит? Я слышал когда-то, когда я был с Богом, когда я был еще маленьким, Он мне сказал, ты больше не Симон, ты Петр, ты Петр, ты Петр. Я положил это в сердце. Я бегал с этим драгоценно, никому не покажу. Это мое. Потом через годик даже начал показывать. Потом уже всем сияю. Потом уже всем это надоело. И прошло три года, и Он говорит, кто я для вас? И я хотел бы сказать, то честно говоря, ты когда-то одно слово сказал, до сих пор не сделал, может уже и не Мессия? А я скажу, ты Мессия. Ты сын Бога живого. И наплевать на стертую веру за три года. Я верю в это. И все. И все. И тут я разворачиваюсь, гордо ухожу, и тут мне в спину говорит, ты, Симон, теперь ты Петр. Ты это помнишь? Он говорит, и я буду строить на тебе могущественную церковь, в которой есть тело Иисуса Христа. Самое великое, что видела земля. Самое сильное, что земля чувствовала. И самый сильный народ, который на ней пребывал когда-нибудь. Однажды Бог сказал, два раза слышал. Вы знаете, Новид слышал два раза, Петр четыре. Идем в третий раз. Вам интересно, нет? Потому что я вот сейчас только начинаю проповедовать. Третье вообще. Потому что третье, второе про меня, третье про вас. Теперь, третье. Луки 22. Луки 22. Мне дальше говорить? Кто-то может сказать, притч, притч. Ну, там вот это. Ну, в африканских церквах так делают, мне нравится. Луки 22. 31. Теперь давайте посмотрим. Петр на... Ну, Петр. Петр конкретно дважды кифа. Дважды признанный, ну, отец церкви. Все нормально. Ну, три года. Бог помнит. Он ему все подтвердил. Все отлично. Теперь 22. 31. И сказал Господь, Симон, Симон! Он Петр говорит, или Симон? Вы знаете, Иисус по факту говорит тоже иногда. Симон! Симон! Вот Сатана! Просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. О чем здесь речь идет? Речь идет, в оригинале написано, дьявол просил разрешения, как Иов когда-то, отсеять от вас, плевелый от пшеницы. То есть, дьявол хотел испытать, чтобы Иисус видел, на самом деле, из чего апостолы состоят. Слава Богу, за то, что Бог сердцеведец, и он видит все. Он тебя прекрасно знает. К счастью, наверное. И он говорит, вот Сатана просил, чтобы я просеял вас. Сеял, как пшеницу, это не значит разбросал. Просеял. Вы поняли? Сеял. Это когда зерна, ну, остается плешь, а зерна просеваются. Как она называется? Сито. Сице, да? Или как? Вот. Чтобы остались те, которые нужны. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И ты, некогда, или в том случае, обратившись, утверди и братьев своих. Он отвечал ему, Господи, да с тобою я готовый в темницу и на смерть эти. Но он сказал, знаешь, что я знаю о тебе, Петр? Я говорю тебе, Петр, теперь слушайте, вы читайте внимательно. В 31 стихе он как его назвал? Симон, Симон, человек, человек, дьявол будет атаковать твою вашу жизнь. Я тебе говорю, ты даже предашь меня, Симон. Но он сказал, 34 стихе, говорю тебе, кто? Ууу! Он говорит, но я говорю тебе, Петр, Петр! Ты будешь рассеян, как Симон, ты забудешь. Все обетования с ушей, сердце повылетают от ударов. Но я тебе говорю, ты, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня. Ты призванный парень. Ты, Петр, призванный парень. Отречешься от меня. Скажешь, что ты меня не знаешь. Жесть. Посмотрите. Петру, наверное, было неприятно это слышать. Но я вижу здесь великую любовь Божью. Он говорит ему, ты, Петр, ты знаешь, что я тебе предупреждаю? Ко мне тут дьявол приходил. И он хотел, он предупредил, что будет лупить вас по-серьезному. То есть, когда меня повесят, разбежитесь все. Будете крещать. Да какой Иисус? Да в жизни я его не видел. Может ли быть из Назарета что-то хорошее? И так далее. Он говорит, Петр, это все будет. У меня к тебе есть одна просьба. После этого, когда ты трижды отречешься, после этого, ты встанешь. Я прошу вас, слушайте, что я сейчас говорю. Ты поднимешься, и у меня к тебе просьба. Обрати всех своих, ну, собери всех братьев на основании того, что ты Петр, ты все-таки глава церкви. Поэтому будь добр. Найди всех, там, Иакова, Нафанаила, Фому, всех. Кто куда разбежится, по каким подвалам. Пожалуйста, пособирай всех и опять утверди их в Боге. Когда я это слышу, я понимаю. Никакие ошибки Петра не перечеркнут того, что решил Бог. Я так хочу, чтобы вы меня услышали. Давайте я вам по-русски объясню. Наташа, Сергей, Женя, ошибки. Ваших имен и не выговорю дальше. Ты знаешь, будет время, когда ты ошибешься. Ты допустишь ошибку в своей вере. Ты оступишься. Ты сделаешь то, такой поступок, теперь послушайте, который в твоем сердце скажет тебе, ты больше не имеешь права быть кифой, Петром. Не просто главой церкви. Ты вообще не сможешь покататься церкви. Ты осознанно убежишь от Бога. Ты допустишь ошибку, говорит ему Иисус. Да, я знаю, дьявол будет крещать тебе, что ты больше не достоин, ничего и так далее. Вот. Я тебе единственное сразу скажу. Ты вернись. Вот. Но я не просто тебе говорю, вернись, Петр, я все прощу. Нет. Он говорит, слушай, я тебе говорю, когда вернешься, утверди, братьев, у меня будет тебе сразу просьба. Он так говорит, ну, как будто бы, я не знаю, как будто бы он готов принять в то же положение. с которого ты спрыгивал. Церковь, наступает 2013 год. Я знаю, что многие из нас, все мы, наверное, совершали в своей вере и в своей жизни ошибки. И вы после этого думали, интересно, я понимаю, что Бог меня простил. Я понимаю, что Бог любящий принимает меня. Но он меня принимает как будного сына, которому больше не доверит наследство. Или он способен восстановить и восставить меня? Способен ли Бог доверять мне настолько, насколько Он доверял мне до того, когда я совершил ошибку? Многие из вас, наверное, подумают, ну, пастор, сейчас все побегут грешить и так далее. Ты можешь побежать грешить, и ты своими силами будешь все аннулировать в своей жизни и не достигнешь того, не исполнишь, что Бог тебе обещал, потому что ты сам от этого отказался. Но если ты поймешь, что нет силы на земле, я имею в виду, нет ошибок на земле, которые могут вычеркнуть или перечеркнуть все, что обещал Бог, ты сможешь броситься в объятия своего Отца, любящего Бога, который принимает тебя, который говорит, слушай, Петр, ты совершишь какие-то ошибки, но я тебя предупреждаю, у меня сейчас нет времени там рассказывать тебе и бросать тебе носовые платки, чтобы ты высморкался, выплакался и все остальное. Ты выплачешься, ты будешь в осуждениях, это все нормально, дьявол поможет. Дьявол не бросит, он обязательно тебе поможет возненавидеть себя за это. Единственное, вспомни тогда, я ждал, я тебя просил, первое, что нужно начать делать, это возвращать братьев ко мне, это держаться в позиции Петра. Нет ошибок, которые выбросят тебя на помойку. Если в твоем сердце есть любовь и жажда постоянно идти вместе с твоим Иисусом. Аминь. Четвертый пункт. Вы поняли, о чем я говорю? Второе Тимофея 2,13. Там написано, если мы осознанно, 12 стих, если мы осознанно откажемся от Бога, Он тоже, написано, откажется от нас. То есть, ну, если мы все, мы выбрасываем, говорим, все, Господь, иди, давай, ну, давай у каждого своя дорога. Он примет это. Но написано, что, когда мы остаемся неверны Ему, то есть, мы совершаем поступки неверности, мы не отрекаемся от Него, но когда мы совершаем, возможно, это грех, возможно, это неверие какое-то, это какое-то разочарование, написано, Он остается, я не слышу, Он остается, потому что себя отречься не может. Он не может передумать. Бог не может передумать. Аминь. Кто-то понимает, о чем я говорю сегодня? Четвертое. Четвертое. Иоанна 21,15. Четвертый раз, когда Иисус говорит с Петром. 21,15,19. Когда же они обедали? Давайте я предисловие скажу. Все произошло, как Иисус и сказал. Иисуса мучили, растерзали, убили на кресте. Со страху Петр, все остальные апостолы разбежались, кто куда мог. Когда Иисуса убили, Его закрыли в пещере, похоронили в пещере. Написано, Петр пошел заниматься своим делом, которым он занимался еще до того, как встретился с Иисусом. Апостолы помогали Ему рыбачить, они начали создавать уже жизнь, как будто бы Иисуса никогда и не было. Но послушайте, когда они были тогда в море Галилейском, они рыбачили, не могли ничего поймать, Иисус появился им. Иисус встал перед ними. И здесь написано, когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, Он приготовил для них еду, сам Иисус. Он говорит Симону Петру, Симон Ионин, Симон Ионин, «Любишь ли ты меня больше, чем они?» Петр говорит ему, послушайте, это не были просто «Да, ты Христос», там и все остальное. Нет. Это были слова осуждения, это были слова огорчения, это была боль, он его предал. Ему было стыдно смотреть ему в глаза. Три раза Бог четко признавал его Петром, говорил его о судьбе и доказывал, что никогда от него не отречется. И здесь он говорит, слушай, Петр, ты любишь меня больше, чем все вот эти одиннадцать апостолов, десять тогда уже апостолов. Любишь ли ты меня больше, чем они? Петр говорит ему, «Да, Господь, ты знаешь, что я люблю тебя?» Иисус говорит ему, «Спаси агнцев моих». Несколько дней назад ты меня предал. Если можно сказать или поговорить о человеке, которому нельзя доверять, это ты. Апостолы хоть доблестно разбежались, а ты отрекся. Трижды отрекся. Не случайно. Три раза. Это, как знаете, в интернете пароль. Сначала напишите пароль, потом какие-то штучки подтвердите и еще раз нажмите для того, чтобы вы точно уверены, что вы хотите это сделать. Говорит ему еще другой раз, «Симон, Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему, «Да, Господь, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Спаси овец моих». «Я доверяю тебе». И, кстати, Петр, сколько, сколько, сколько раз ты отрекся от меня официально? Сколько? Три. Тогда не обидься. Я третий раз спрошу. И говорит ему, «В третий раз». Третий раз. Симон Ионин, «Любишь ли меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его. Ему стало стыдно. «Любишь ли меня?» И сказал ему, «Господи, ты же все знаешь, и ты знаешь, что я искренне люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси овец моих». Истинно, и истинно говорю тебе, когда ты был молод, припоясывался сам, ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя, и поведешь, и поведет, куда не захочешь. Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. И сказал это, говорил ему. Что сказал? Что последнее сказал Иисус Петру? Иди за мной. Иди за мной. Иди за мной. Ты думал, конец фильма? Ты думал, фенита ля комедия? Ты думаешь, все? А я тебе хочу сказать, я согласен, то, что ты сделал, подло. А я смотрю тебе в сердце. Ты любишь меня? Давайте мы поднимемся сейчас. Послушайте. Третий и четвертый раз, когда Бог говорил с Петром, это было не лучшее время. У Петра было слишком много обстоятельств, ситуаций, мыслей, которые уже давно, если бы Иисус ему сказал, ты знаешь, Петр, пойми меня, я больше не могу тебе доверять. Я Бог, я тебя прощаю, я тебя люблю. Но поезд уехал. Я не могу доверить церковь, доверить христианство, доверить все это, строить человеку, который официально от меня отрекся. Вы знаете, я не знаю, как вы, но я бы, я бы понял. Я бы сказал, Господь, я все прекрасно понимаю, мой поезд уехал. Я все прекрасно понимаю, что мне, наверное, нет прощения, я благодарю тебя и на том, что ты принимаешь меня. Но никто не может переменить мысли Бога. Самое приятное, знаете что? Евангелие от Иоанна кончается и начинается книга деяний, где через 10 дней после этого печального разговора, послушайте меня, Петр через 10 дней Петр залезает на крышу и начинает настолько сильно в Духе проповедовать о Иисусе Христе, что Он приводит к Богу сразу 3000 человек. Дух Святой сходит на эти 3000 человек настолько сильно, что написано, когда Он ходил, буквально через 2-3 недели, Его тень, которая падала на больных, они вставали. Однажды Он зашел в один дом, Он просто пришел в церковь, Он зашел в один дом и там все плакали. Они говорили, что? Он говорит, что случилось? Что случилось? Что за плач? Они начали говорить и показывать какие-то рубашки, какие-то костюмы. Они начали говорить, у нас есть Тавифа, у нас есть одна, одна девушка, она молодая, она умерла, она служит церкви, она шьет рясы, она шьет все на свете, она умерла и так далее. Он говорит, выйдите вон. Человек, который три недели назад с печалью Боялся посмотреть в глаза Иисусу Он заходит как величайший апостол В эту горницу Он заходит туда Уже не с Симоном Он заходит как Петр Подходит к мертвой девушке И говорит, я говорю тебе смерть Которая три недели назад мучила меня Оставь ее Мертвая девушка встает Мертвые ходят Хромые вскакивают Еще через несколько глав Буквально через неделю Апостол Петр поднимает свои уставы И приводит к Иисусу еще пять тысяч человек Библия, история доказывает Что уже через два с половиной года Петр возглавлял церковь в сто тысяч человек В Иерусалиме С населением в двести тысяч человек Он стал самой влиятельной Личностью в этом городе Буквально через два-три года Никто не может переменить мысли Бога Ни люди Ни бесы Ни твои поступки Хочешь отказываться верить в то, что Он говорит? Это твое право А Он Себя Отречься не может Через десять дней Дух Святой Сошел так сильно на апостола Петра Он говорил на иных языках Величал Бога Он переживал потрясающее присутствие Славу Великого Отца Человек Который буквально Двадцать-пятнадцать дней назад Говорил Так кто это такой? Я не знаю кто это Иисус? Не, не Они говорят Да точно Ты даже ешь как Он Видно, что ты три с половиной года Все Его повадки перенял Ты говоришь как Он У тебя сленг Ты даже не говоришь Потому что ты ибо говоришь Ты в институте сидишь И когда преподаватель говорит Вы слышите? Ты с простой Него говоришь Аминь Ты не можешь скрыться То, что ты был с Иисусом Но ты три раза говоришь Да нет, уверяю вас Не был я с Ним И через пятнадцать-двадцать дней Дух Святой сходит на Него И через года Через долгие года Служения апостола Петра Его ведут на казнь Его приготовили крест Для того, чтобы поиздеваться над Ним И убить Его так же Как убили Его Господа Иисуса Христа Его связали Как ворочий ствол Иисус Конечно же Он не хотел идти Все было, как Иисус сказал Только одно не так Петр остановился и сказал У меня есть просьба Прощальная, предсмертная Только не крест Я не достоин погибнуть так Как мой Бог Переверните Его верх ногами Крест перевернули верх ногами И апостола Петра Казнили верх ногами на кресте Он говорил Я не достоин Быть так Висеть, как Он Потому что когда Он висел Я бегал по задворкам И кричал Я Его не знаю Я не достоин Я Ему в подметки не кажусь Он меня почтил Настолько сильно Пригрел меня Принял меня Своей любовью Он однажды Когда только первый раз Меня увидел Он повернулся и сказал Ты, Петр Ты будешь главой церкви Потом я думал Что Он пошутил Потом Он это подтвердил Потом Он сказал Что Я Его предам А потом Я Его предал И Он все равно Ко мне пришел Уже в духе И сказал Я в Тебя верю И Я хочу Собирать братьев Давай Принимай Духа Святого И восславляй Церковь Божью Что отлучит меня От любви Божьей Ничто не может переменить Мысли Отца Ничто не может переменить Его мысли на мою судьбу Давайте мы все сейчас Придем к Богу Субтитры создавал DimaTorzok Он не шутил Когда говорил тебе О том О том, кто Он Ты О том, какой Ты Он не шутил Он серьезен до сих пор Он не шутил 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 Там в Луки В первой главе В 37 стихе написано Когда ангел пришел К Марии Поговорит Слушай, ты не понимаешь все, как будет Одну мысль, заруби себе в сердце Потому что у Бога не бывает бессильным ни одно слово Не может быть бессильным у Бога ни одно слово Не может быть оно бессильным В Исаии 55 написано, потому что оно приходит сюда на землю Чтобы исполнить все, что оно должно сделать И никогда пустым не возвращается к Богу Он не может с себя отречься Мы можем разочароваться Я не знаю, поняли ли вы, о чем я сегодня проповедовал Но когда Бог мне это говорил, я первый раз в жизни описал Просто эти мысли для меня Я даже не собирался проповедовать это в церкви Но Рождество, семья Вы бы видели, когда я писал эти строки Я не мог успокоить, я просто ревел на взрыв Потому что я... Когда Петр пришел к Иисусу, он моментально вложил в его сердце мощнейший взрыв Петр даже не мог вообразить и на один процент И представить себе, какая мощь Только что была объявлена на его жизнь Ведь Иисус имел в виду, что Он станет Отцом всего тела Христова Всей церкви во веки веков Что через Него исцелятся тысячи людей Воскреснут сотни мертвых Он станет Отцом миллиона поместных церквей В которых силой Божьей изменятся сотни миллионов судеб Поэтому я пожелаю вам сегодня От имени Христова желаю Забывая задние Простирайтесь вперед Забудьте свои поражения Помните уроки из этих поражений Но не несите боль Идите дальше Бросайтесь в 2013 год Как в великую возможность, которую Бог дает каждому из нас Поэтому когда я стоял там перед лицом Бога Написав эти строки Он пришел ко мне после И начал мне говорить о каких-то перестановках в церкви Начал мне показывать, что нужно вести дальше Показывать, вот здесь нужно исправить Вот здесь нужно направить Это дополнить, здесь углубиться И когда он это диктовал Рукой я писал, а сердцем я задал вопрос Ты ведешь себя так, как будто бы тебе все нравится Ты разве не понимаешь Что все не так, как я хочу И потом я вспомнил плохую иллюстрацию Но она мне очень подходила Есть фильм «Социальная сеть» У Марка Цукерберга была визитка Я здесь босс И как будто бы Бог положил мне эту визитку на сердце Он здесь главный Он здесь главный И если ему все нравится Тогда я иду дальше И буду делать все, что он хочет, чтобы я делал Тогда, если он так видит Мы будем делать это Аминь Поэтому 2013 год будет вот такой год С наступающим вам С Новым годом И Рождеством Христовым Редактор субтитров А.Семкин